Красота и грация в Челнах прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию Суанасы. Участниками стали более 200 спортсменов из 14 регионов страны. Самые интересные моменты попали в объектив нашей телекамеры. Ульяна Барабанова на соревнования приехала из Санкт-Петербурга. Девушка на протяжении 10 лет занимается синхронным плаванием. Как-то так получилось, что я пошла сразу и на гимнастику, и на синхронное плавание. И в итоге почему-то выбралось синхронное плавание. Ну, видимо, плавать – это лучше, чем грузить там обручем. Это не для меня. Но сегодня оценки вроде как более-менее, но не супервысокие. Мы можем, я думаю, лучше. На эти соревнования она приехала со своим партнером. Пара признается, что готовились всего две недели, потому что до этого приняли участие в чемпионате России и уже были готовы. Вроде хорошее, без прошли, без глаз. Поэтому, ну, будем смотреть, как мы сделали на планшете, как нас сняли. И будем делать выводы. Несмотря на большой спортивный опыт, всегда есть куда стремиться. Соглашаются остальные участники. Тренировались мы у нас. Были, получается, на выходных. Городские соревнования. На них мы тоже соревновались с нашим городом. Тренировались тоже. Было синхронное плавание, потому что мне нравится водный спорт. И захотелось заниматься. Я занимаюсь с 10 лет, то есть 4 года. Попал я в него спустя много видов спорта, которыми я занимался. Захотелось совместить плавание и акробатику. Потому что я раньше в детстве занимался акробатикой. Ну и вот мне мама подсказала этот вид спорта, и я решила заниматься. Вот за 4 года мне все очень нравится. В Челнах всероссийские соревнования по синхронному плаванию Суанасы проходят впервые. Это очень значимый старт. Созданы все условия. Поделилась член исполкома Федерации синхронного плавания Светлана Ахмедова. Здесь созданы все условия. И логистика, и сам объект соответствует проведению уровня вот этого такого масштабного мероприятия спортивного. Для Республики Татарстан это проведение первых всероссийских соревнований такого уровня, потому что они также включены в этап гран-при, который проводит Федерация России для профессиональных спортсменов. Лучшие получили кубки и медали. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережной Челны. Новости Набережной Челны.